Вы целый год занимаетесь репетитором и все равно делаете ошибки в ЕГЭ. Из раза в раз, из проверки в проверку. Что делать? Пять секретов для вас сегодня. Поехали! 13 мая, в это воскресенье, в 15.00 по Москве, я разберу часть варианта досрочного ЕГЭ-2018. Да, ура, я решила для вас, и мы вместе с вами его обсудим, вы зададите вопросы. Занятие пройдет здесь, на канале, это будет онлайн-трансляция, так что жми на колокольчик, чтобы не пропустить ее, и тебе придет оповещение о начале занятия. Ну что же, а теперь начинаю раздавать советы. Совет номер раз, если ты работал весь год и все равно в голове нет никакой системы. Первое. Успокойся, ты максимум уже потратил времени, еще осталось совсем немного до экзамена, и сейчас пойми, у тебя просто сдают нервы. И лихорадочно начинает что-то решать, убиваться, биться головой об стену, совершенно бесполезно. Осознай то, что максимальное количество работы ты сделал, и в голове у тебя есть все для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку. Это лайфхак номер one. Успокойся. Лайфхак номер two, это перестать делать все беспорядочно, много всех возможных ресурсов, решать все подряд. Сейчас количество не переходит в качество. Когда осталось так мало времени до экзамена, то следует детально прорабатывать каждый вариант ЕГЭ, и лучше всего пользоваться хорошими сборниками, не все подряд решать. А вот я бы посоветовала Макмиллан взять, несмотря на то, что там не самые новые варианты, но по уровню они просто окей. И второй источник, это открытый банк заданий FIPI, но здесь вам поможет, конечно же, преподаватель, потому что, к сожалению, там нет ответов. Вот на практическом курсе, к которому, кстати, можно присоединиться еще, но как раз-таки решаем сейчас только варианты с сайта FIPI, из открытого банка заданий, на которые нет ответов, и те варианты, эти, те. В общем, оттуда из этого источника, они максимально точно отражают то, что вы получите на реальном экзамене. Сейчас лучше проработать один вариант в неделю, но детально, досконально переводя каждое слово. Чем, в общем, сделать 100-500 вариантов и не понять, где ты ошибся, и вообще, зачем тут надо было это поставить, а зачем то? Если вам попадется то же самое задание, то же самое предложение, вы допустите ту же самую ошибку, потому что вы ее просто не проработали, в этом суть. Качественно выполняйте работу сейчас. И, кстати, из второго совета, собственно, исходит следующий совет, третий. Это читай и переводи, это самое ценное для вас сейчас. То есть все, что вы читаете, все, что вы слушаете, необходимо перевести. Потому что только сейчас есть уникальная возможность, поскольку на ЕГЭ у вас не будет такой возможности, нет ни словарей, вы не сможете спросить у кого-то, посоветоваться, а как лучше это перевести, а как то перевести. А сейчас есть эта прекрасная возможность набраться ценных знаний, пока есть время. Читайте, переводите, выписывайте, это очень важно. Совет номер 4 для тех, кого в голове каши после года подготовки к ЕГЭ с репетитором, учите аргументы сейчас. Возьмите книгу 157 эссе Юнёвой, читайте эссе и выписывайте идеи. Или просто запоминайте их, это крайне важно, потому что идеи к эссе вы так просто не придумаете, точнее аргументы качественные. Важно набраться ценных идей, это реально поможет вам на экзамене. Кроме того, это поможет вам в разделе говорения, потому что также аргументировать и описывать картинки необходимо на устной части экзамена, и так просто из головы вы идеи не возьмете. Еще один важный момент в пользу этого совета, это страх получить на экзамене тему эссе, которую вы не сможете перевести, не сможете придумать к ней аргументы, потому что, к примеру, о дружбе мы можем что-то додумать о теме космос, например, или о клонировании, какую-то аргументацию придумать гораздо сложнее. Именно поэтому стоит сейчас обратить внимание на то, в чем вы не очень сильны, и найти аргументы, найти эссе именно на эти те. Это реально вам поможет и уберет страх, и скорее всего, когда вы ничего не боитесь, вам попадется нормальная тема эссе. Ну, как так обычно бывает. И лайфхак номер 5 для тех, кто уже рвет на себе волосы, это сейчас работать без схем. Не в смысле того, чтобы забить на схемы и не пользоваться ими в задании 39, 40 и в говорении. Схемы обязательно нужны. Но сейчас отвечая своему преподавателю, записывая свои ответы в говорении, не пользуйтесь схемами. Вот то, что у вас написано в тетрадке, выучите это, наконец. Пожалуйста, выучите это. Все ребята, которых я опрашивала на своем курсе после экзамена, все как один в своих отчетах пишут о том, что необходимо выучить схемы. Выучите, не просто, чтобы они были у вас записаны. Это чудесно, что у вас есть эти схемы на листочке, но они должны быть в вашей голове. И только тогда это приобретет смысл. А так, это всего лишь информация на бумаге. И до тех пор, пока вы подглядываете в свою схему, в вашей голове ноль. И вы убавляете количество баллов, которые вы реально можете получить на экзамен. А для тех, кто все еще паникует и сомневается, я приглашаю к себе на интенсив с 1 по 14 июня. В течение этого времени я в вашей голове все структурирую максимально. Дам основные грамматические темы, самые важные, основную лексику, все схемы, эссе, письма, говорения. А также мы проведем разбор двух вариантов для вас. Пришло время собраться, перестать паниковать и работать нацеленно. Никакой воды, только по делу. Ну и 100 баллов за ягоди. Пока.